После этого действие будет такое, ты успокоишь эту краску, распределишь и уже вот эти цветнотики начнешь вот так укладывать вместе с облачечками. Теплым и холодным, поэтому ты сейчас кладешь в гнятую краску. Теплый и загородишь его гнятно холодным, слишком акварельно, слишком нет белил. Белильный замес, очень белильный. Правильно, что согнала. Задача вроде бы не хитрая, но даже она требует соблюдения мер. Я все-таки перемалываю на разбел. Ну в общем-то и здесь тоже желательно перемолоть, потому что эту оранжевость будет трудно с ней сразиться. Перемолоть на разбел, ну и снова успокоить. Ну нормально. Это нам не пригодится, да? Я хотел подготовиться. Да может быть нет, потому что там все-таки зеленым. Ну хотя можно подсумку. Это у нас ФЦ. Да. Не потребуется еще ультрамаринчик. Ультрамаринчик? Можно ультрамаринчик. Да. Вот это он, да? Ага. Да, да. Почитаю. Игорь, а вот можно мне опять теоретически дать? Я понял. Понял. Значит, взять ультрамаринчик, набрать, набрать, набрать. Немножко к нему розовинки, потому что он позеленеет все-таки от рыжего. Чуть-чуть розовинки, чтобы он скорее порозовел. Да, подверли тарелку. И отделить нижнюю часть, теневую, вот вверху. Мы ее вот щекаем от кончиков домой вообще? Лучше заниженно дать, чтобы потом еще мочь приподнять. Облачечки вот этими макательными, вот на палитре покажу. Макательными прикосновениями к шторочкообразным. То есть показать ритм движения. Вот такими макательными наберешь, наберешь. Потом пальчиками, если что, помытнишь. Потом. Ну и потом набираешь более темные места, более темные места. А потом стволики, а потом точечки и прочие акцентики. Обратите внимание, что там нижней середины. То есть не увлекайся, не увлекайся. Ну не произошли облака. Я на одном только облачке покажу, чтобы ты... Ну нам нужна была вот такая история. История шторочки. История ритма. Ритма. Ритм не произошел. Постарайся. Нет, прямо вот по этому пройдись с ритмом. Вот с этим. Вот с этим. Понимаешь? Облака, когда они заритмованы под какой-то уклон, они летят. Они создают погоду. А так нет погоды. Так просто стоячка. Давай так. Хорошо набрала. И реально набрала. Ну ничего, если я набрала. Так даже прикольно. Ну да. Когда ты начнешь это. С этим работать, вдруг поедешь. Одинаковые коконы. Посмотри. Там рядочками, рядочками, лесенками, перспективу. Вот здесь хорошо. Вот здесь дирижаблики одинаковые. Такое направление вот это. Я-то тебе показал направление. Лодочкой. Нет. Вот это. Почему выгодно здесь именно вот это направление? Потому что оно заходит туда. Туда. Очень выгодная штука. Уход змейки. Змейки, уползание в пространство. Потому что туда направление. И у нас мы просто столкнулись и тупо размазались в этом уходе. Никак. А так мы прошлись, обогнули веточки. Понимаешь? Поняла почему? Почему? Этот лабиринт здесь уместен вот в этом направлении. Я вот сейчас просто вижу, как это дробится одно облако. Я не вижу общего направления. Вот в этом движении не вижу общее. Ну смотри, неужели здесь не видно вот эта косая, косая. Там есть вот эта начирканность. Неужели не видно? Нет, сейчас я постараюсь, да. Смотри, вот прямо дождик идет. Ну уж точно не это. Точно не это. Я тебе скажу. Ты в небе столкнешься с этой проблемой еще 300 раз. Да. Поэтому вот сейчас должна для себя ее начать осмысливать. Да. Понял. Белизну. То есть от того, что там желтый лежал, белизна продолжает быть тепловатой. Но морозный. Потому что чуть-чуть подпускается и синюшечка. Да? А синюшечка она подпускается за счет контрастности белого с желтым? Нет. Просто у тебя что-то синюшечка уже накопилась. А мы и планировали ее туда набросить. Вот у нас засветился тот кусок. У нас внятный синеватый оттенок низа. Которому ты несколько не додала тональности. Не додала. Не досмотрела тональность. Парабела. Чуть-чуть есть синева. Синева темнит углы. А углы мы всегда чуть-чуть темним. То есть это уже тональность теневой. Правда? Угу. Тональность теневой. Может быть немножко подольем влаги. Нарочитую горизонталь навязываем. Потому что здесь горизонтальный снег лежит. Блестяно солнце. Чуть еще смуглее. Розовый синий. Утромогинчик. Но плюс коричневилка. Появилась такая серебристость цвета. У нас заборчик. Над заборчиком деревца. Я думаю, что на этом месте ты хочешь у меня отнять крепку. Хочешь? Я думала, что сейчас ты не поправишь облака. А, пардон. Потому что я их переделала. Получились они занавесочками? Или нет? Ну, ритма вот этого не произошло. Поэтому оно стало лучше. Оно стало интереснее. Теперь как бы есть ритм движения на нас. То есть они тут разбегаются в разные стороны. Как и прилично уходящему в перспективу. Это лучше. Лучше. Все таки. Поправить можно? Ну да, конечно. Поправить можно? Ну, раз уж я сейчас зашел сюда. И ты тоже вместе со мной. Вот они. Вот они деревца. Покрытые снегом. Посмотри, что делается. Сначала мутно. Потом чуть темней. Это просто прелесть обалденная. Ну и сам. Соответственно, эти ребятки тоже. Вот эти ребятушки. Вот они. Мне кажется, это одно удовольствие. Вот прямо взяла и с удовольствием. Помнишь, мы хотели деревца чуть изменить направление? Если хочешь, само пятно дерева уложи. А направление ствола изменим, может быть, как-то вот так. Он будет другой. А там какая-нибудь тоненькая белезочка. Ладно? Давай так. Ну, уже поздно. Поскольку я уже... Нет. Мы еще там тронем. Поскольку я уже залез сюда. Давай уже раскидаем. И тогда уже... Ну, вполне мутно. Вполне. Хорошо. Хорошо. Значит, когда будешь делать забор, возьмешь это же вещество. Еще раз положишь и сделаешь штрих по высоте. Тогда появится идея торчания. Потом ты эту идею торчания порежешь чуть-чуть. Появится идея забора. Потом ты по макушкам положишь снег. А потом еще кисти уже потом-потом дополнишь идею плотного снега. То есть с веществом просто. Так ты протарапывал, а потом с веществом. И так. Сначала ты забору дашь вертикальный характер. Может быть даже где-то коричневнет. Зеленет чуть-чуть. И чтобы он был разнообразным. Может быть даже чуть-чуть выходишь за пределы, чтобы его торчание... Ресурс пальца справился с торчанием. Хорошо? А потом там уже накрутишь новое. Вот. Нацарапаешь чуть-чуть. Кистью потом и более темные, и плотный снег по макушке. Вот эти настроения тоже похожим образом натюкать. Вот эти домики. Опять же, для того, чтобы не делать точную копию, можно поменять местами, например. Вот эти домики и вот те. Эти, допустим, во главе с крупным поставить. Ну, как бы мог бы поступить опытный художник. Чтобы не повторять другого художника, он бы мог частично попереставить. Очень. Возглавил бы какой-то один домик. В перспективу ушли бы мелочи какие-то. Мелочи. А здесь был бы вот тот характер домиков. Более спокойный, более однородный. Мастихином. Возьмем этот же цвет, но плотно. И плотным. Ага, ты едешь сильно голубой. Положим больше розовости. Может быть чуть-чуть теплости. Желтоватый. И плотно завалишь эти строения. Снежочечкой. Немного. Заусеницы. Сбреешь. Давай. Опять же, можешь конфигурацию изменить и здесь. Единственное, что идею ухода лучше показать. Идею. Самый крупный здесь. Ну да. Может быть он у тебя под дерево спрячется. А там уже будет какой-то каскад. Идею храма. Пятна храмового. Да? Ой, 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 ой. Ой, как неряшливо. Ой, фу-фу-фу. Возвращай. Все тоже можно делать мягко. 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 Зачем уже так царапаться? Я думаю, потом как-то можно будет сбить эту пряточку. Посмотрите. Вот тихо. Вот ужасно. Сразу тихо. Ну там сбить уже невозможно. Ты уже такой чертеж понаделала. Ну правда. Вот они. Мягкие. 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 Очень мягкие. Хорошие. Хорошие. Голубоватости. Голубоватости. Смотри. Голубоватости. Да. Замусолила, замучила, замусолила. Красивые волосы, но очень бледные. Помнишь, у той девочки была прозрачная голова. Цвет фона западал сюда. А тут где-то появилась чернота. Увлеклась рисунком. Там больше от пятна, а нет. Ага. Слишком розовый цвет. Слишком-слишком. Все-таки по-прежнему синева. О, правильно, карандаш выбрала. Чуть-чуть догнаться вот этими заборчиками. Подштрихануть. Не все подряд, а так фрагментально. Синий. И дом не едет вверх. Как все маленькие сделала. Дом уходит туда. Туда. В перспективу. Вдаль. Но стихина не получается, Вика. Смотри. Все-все-все. Смотри. Я кладу мастихинку. По уклону туда, в перспективу. Кладу, давлю. Смотрите, как синева уместнее, чем эта теплота. Вот у нас две теплота. А здесь у нас холоднота. И вот так можно поступать. Синюшка, насколько уместнее, да? Когда ты вот так вот раздавила, ты потом во-первых, ты получила более интересный рисунок. Потому что до этого, если мы сейчас будем там вычерчивать, то, одним словом, когда мы под это подходим, под эту стихию укладок, все становится богаче, интереснее. И смотри, я даже какие-то оставляю сугробы. Мало ли, что там получила сугроб. Какая штучка. А это мне уже подсказывает сама нечаянная укладка. акцентная раздача геометрических. прикольно. То есть такой лабиринт подчерков. вот это наша синюшечка упадет снегом на лабиринт Вот это лабиринт подчеркнула. Ну, где-то пусть зайдет снег, разрежет чуть-чуть эту идеальность. Да? Уже какая-то историка. Вот эта площадочка, обращенная к свету, а эта, как бы, тенистая здесь. Мы ее, эту площадочку, несколько осветили. А солнце в течестве, оно на закате где-то? Ну, где-то вот там, сквозь облака. А почему тогда ближний план к нам ценнее, чем подзаборник? Подзаборник у тебя уже должен быть ценнее. Ты права. Здесь местность сделала вот такое движение. Нам просто это выгодно. Он это сделал, и мы просмотрели у него, и тоже сделали. То есть, да, если бы здесь было бы абсолютно ровно, то ты прав. Но он сделал хитрее. Он сделал поверхность вот такую. То есть, свет успевает рухнуть. На бугор попал свет. А там еще до забора склон небольшой. Это получается опять из-под теневой свет, да? Нет, нет, это не из этой коперки. Забор живет с теневой стороны от нам на то есть? Не, 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 здесь не это. Не притягивайте. Ага. Вот. Продолжение следует... Вот такая игривая тряпка... Ну вот, понимаешь, именно игривая, ты правильно заметила. Очень-очень важно, чтобы она была именно игривой. Потому что мы как бы кажется, что если мы будем сейчас... Мы же неточны, поэтому мы так боимся, что это неточность. Но в итоге оказывается, что лучше не точно, но нарядно, но прикольно, чем точно, но скупо как-то, жалко. Ну, я не имею в виду твою работку жалкенькой. Я тому, что жалкенько в том смысле, что... Вот мне однажды пришел мой приятель, художник. Вот. И он как-то мне вдруг рассетовался. Люди картины не берут, а я тут вот сейчас нулевочкой картину свою вылизал. Ну, подразумеваю, что так потрудился. А я ж сразу понял, что он там натрудил. Ну, что можно нулевочкой... А, причем, говорит, метровый холст нулевочкой вылезут. Я сразу представил, что можно нулевочкой вылезать на метровом холсте. Абсолютную... Как? Неинтересную, скучную, замученную. А он же, как художник, расстроен на эту недооцененность нас, художников, которые нулевочкой. Не надо нулевочкой. Как-то веселее. Живопись должна приносить радость. Ну, кроме живописи глубокомысленной. Ну, и тоже радость. Вот. То есть не надо устраивать... Отсаживать комара. Хочешь глубокомысленно? Пиши иконы. Хочешь красивой, красивой, нарядной живописи? Пиши весело и непринужденно. Не устраивай икону из вещей элементарных. У вас хорошо, как крепко складывается. Чередую и макание, и... Чирки. И чирки. И... То напряженно, то напряженно, то менее. И у меня появляется дальний план этих деревьев. Как бы следующий план. И ближний к нам. Похожие и здесь. Посмотри. Появляется то, что вблизи, остается то, что вдали. Стоит потом прибавить к этому еще немножко стволиков. Или намеков на стволики. Можно сначала стволики дать намеками заснеженности. А потом уже... А потом уже и темнявочку. Потом еще и... Темнявочку. Несмотря на то, что повредились крыши, меня это ни капли не расстраивало, потому что чуть что... Возвращаем крышам их крышность. О, а еще и сосульчиками. С ветерком, который сбил этот... Давай, наполни содержанием. И если хочешь, сбрей, попробуй сама. А инструмент все-таки? Вот здесь уже можно использовать кисточку или тряпкой? Эти самые стволы, да. Стоит, конечно, взять сначала палец, потому что палец даст... Даст... Мутное, которое... Очень уместно будет в этом случае. Мутное. А потом кистью догнаться. Только ты тонально просто не добрала, поэтому они скучноватые, ребятки. А если их тонально немножко усилить, то уже не такие скучные. Хорошо? Да. Ну, по всем местам, где я прошелся пройтись. Седины, вот этого седины насадить. То есть сначала лег теневой, а потом пришел цвет снега, синеватый, и немножечко подзаслонил. Чуть-чуть, да, подзаслонил теневую. То же самое и здесь. Немножечко вот такие цветовые лягут. Но сначала еще усилить теневыми. Если не будет полное попадание тонального, ничего здесь страшного. Главное, чтобы вот это было теневое, а это было световое. Вот это вот принципиальность сохранить. Ну и просто в качестве эстетичности просто темнее эти воли. Так. Есть еще возможность вот так кисточкой. Вот так. Вот так. Чтобы эта коряжистость возникла. Так, вот короткий ворс. Я возьму стремую. Так, где у нас? Вот такой. Вот такое. Вот так. То есть... Почти-почти Небрежное рисование. А неплохо смотрится, да? Ковяжесто. Почти небрежное. Здесь я даже, смотри, не делаю. Кладу и выстраиваю. Я просто ввожу туда-обратно. Мы хотели с тобой немножечко иное дерево здесь создать. Да, у меня свалилось то, что там есть. Вот такие действия поделаешь. Ощупаешь идею вот этой коряжистости. И... Ну, вот небрежность. Небрежность. Тем не менее, довольно цельно складывается, да? Несмотря на небрежный характер. Понятно, что можно каллиграфично это же делать. Но у каллиграфичности новичка есть много изъянов. А вот в таком, мы же даже сами знаем, иногда какое-то движение сделаешь на бумаге или на холсте и смотришь, жух ты, красивый кусок. Вот в такой некаллиграфичности есть эффект жизни, естественности. Чуть-чуть усилим. Темность этих холиков. Чуть-чуть они друг друга поперекрывают. О, ну вообще, монокальство полное. Недопроизошло. Вот там есть акварельный характер укладки. Ну, поскольку это акварель. Недопроизошел этот акварельный характер. Не хватает вот таких звуков. Вот таких. Ты слишком макала. Да. Я не черкала точно. Мутные вот такие ребятушки. Они интереснее. Лягут. Я сосредоточилась на укладке кляпки, чтобы промакивать и забыли, что молчимка. А у этого есть именно акварельный. Знаешь, как кисточкой акварелью. Вот когда кидаешь в мокрую среду. А он же сначала набрал эту мокрятину. Накидал, накидал, накидал. И вот пока он накидывал, они расплывались. И масло, поддерживая эту акварельность, имитируя эту акварельность, тоже будет иметь симпатичный муку. Но зато потом, сверху на это, когда ляжет розочкой уложенная краска, розочкой уложенная. который подача собрать его в мокру, взрослым, Beijу, Пitu она их разочарована права. И現在 момента для этого он неewед富. появится жесткость где-то вот этих пятен. То есть активность, ну именно жесткость, потому что мы подложили мутнятинку, а теперь чуть-чуть на мутнятинку выразительность и появляется эффект. А так ты светлый клала на такой же рябой темный и он, естественно, не звучал. А вот в таком случае начинает звучать и прямо зимний сюр формируется. Вон веточка, украшенная снегом. Аккуратка такая веерообразная, это ветки на нас смотрят, да? Зонтикообразная, кронообразная. Кроно это вот так. Вот здесь самое густое. Вот здесь ствол, а здесь самое густое. Здесь много мелкого-мелкого-мелкого. Мы несколько ушли от первоисточника. Ну в силу хотя бы того, что несколько путались в исполнении. Ну и что? Будет у нас вот так. То есть совсем не значит, что мы должны обязательно добиться того, что видим. То есть можно так упереться и добиваться, но малопродуктивный путь. Пусть лучше будет то, что естественно хочет сложиться из того, что мы могли предпринять. То, что у нас получилось предпринять. Ступенечки. Обратил внимание? Да. Ступень, ступень, ступень. Всякие ступени создают эффект ухода. Получается, что до лет там должно быть поведение в возглавляющую линию достраиваться травы. Обычно. Да. Ну, если мы здесь уже все еще и в линию будем устраивать, то будет немножко трудоемко. Ну, разве что, может быть, вот здесь чуть-чуть отчеркнем. Вот. Просто достаточно того, что здесь ступень, и уже оно все равно прозвучало. Угу. Уже родятся в загузках. Угу. 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 А угу. 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 Немножко высветлений Так, и вернемся к небушку Субтитры сделал DimaTorzok Идею вот этого движения пытаюсь навязать Это не столько вдаль, сколько направление движения воздуха Что оно движется по вот этому То есть ветерок туда сгоняет эти облачки Как появился вот этот ритм облаков Появилась идея, тема погоды До этого погоды не было Они немножко уже шли хотя бы на нас, уже было лучше Но погоды все-таки толком не хватало А так появляется погодка Знакомая идея облаков, да? Вот в природе мы, я думаю, не раз встречали И все-все-все устремлено вот туда Вот туда Давай храмчик немножко поуточняй Какие-то вот опять же этим кистью а-ля карандашечек С маленьким ворсом Чуть-чуть вот эти настроения Поуточняй Как бы линейный рисунок чуть-чуть Но заодно на крышах Идея трубы Нескольких труб Трубы Трубы Это всегда делает архитектуру симпатичной И снег на них уже другой кисть Немножечко вот такого Приблизительного рисуночка С какими-то точечками, пупышечками Заснеженными краешками Ну, понятно, силуэт рама Будет непросто даваться Всем, кто не имеет опыта Ну, тем не менее Все-таки Вот Вы видите Нет какой-то принципиальной прорисованности Есть мутное пятно, увенчанное акцентами Мутное пятно, увенчанное акцентами И это важнее, чем добротный рисунок Чем добротный рисунок Вот эти вот акценты Ну и вот в итоге что-то уже и произошло Симпатичное